Сегодня мы начнем, естественно, как и в прошлый раз, с восстановления того, что было в прошлый раз, как обычно, давайте я скажу, с восстановления того, что было в прошлый раз, банально потому, что, хотя мы начали вторую книгу, которая все еще продолжает мотив первой книги, и еще не переходит к мотиву второй, а именно разговору с антуражем Сократа, который жаждет блага, а не чего-то другого, да, и мы заранее, забегая вперед, говорим себе, что мы видим очень простой план этой работы. Первая книга это Сократ и все остальные, в смысле Сократ и широкая публика. Вторая книга это Сократ и те из его свиты или его антуража, которые жаждут блага. Третья книга это Сократ и те из его свиты, кто жаждут прекрасного, колосс. И, наконец, четвертая книга это Сократ и ученики. Но в смысле там только один ученик, да, это Сократ и ученик. И мы видим простую, простую такую линию восхождения. Сократ и все, Сократ и не политический антураж, Сократ и политический антураж, Сократ и ученик. Естественно, мы не видим Сократ и подлинный ученик, это абсолютно понятно. И кажется нам, что все хорошо и все укладывается в эту схему. Естественно, эта схема рассыпается, как только мы будем смотреть на нее ближе, потому что, например, та же вторая книга это не Сократ и просто ближний антураж. А она начинается с темы Сократ и родственники. То есть получается, что есть близкие к Сократу люди, которые не являются его антуражем, но тем не менее, которые уже не являются всеми. Ладно, мы начинаем с первой главы и с возвращения к тому, что было в первой главе. В первой главе были довольно интересные вещи, потому что мы еще ее не дочитали, там самое интересное начнется дальше. Но мы уже начали подходить к определенным темам. Я постараюсь примерно набросать для вас то, что произошло в первой главе и какие темы поднимались. Смотрите, все начинается с первого абзаца и первого параграфа, где начинается старое доброе, в кавычках, старое, в кавычках доброе, перечисление того, что входит в воздержанность. Я напоминаю вам, что это не полное перечисление, естественно, а только то, которое нужно в данный момент. Дальше мы видим, значит, воздержанность. И дальше мы видим постановку проблемы. Проблема очень простая. В антураже Сократа есть человек, который не является воздержанным. И Сократ применяет классический, как мы уже знаем для псинофонта, философский прием. Образование без образования. Сократ не говорит с проблемным человеком. Сократ говорит при проблемном человеке о проблеме. Проблема – невоздержанность. Проблемный человек не назван. Сказано только, что он присутствует при разговоре. Разговор с кем? Смотрите, если с проблемным человеком не разговаривают, с кем разговаривают? Диалектика. С кем разговаривают? Нет. Да, разговаривают с не проблемным человеком, разговаривают с тем, у кого все в порядке. Как зовут этого человека? Алистип. Кто такой Алистип? Это основатель гедонизма. Ксенофон показывает нам, что у Сократа и основатель гедонизма, то есть человека, который объявил, что воздержанность это зло, и что невоздержанность идет к счастью, нет никаких проблем. Сократ не беседует с третьим лицом об Алистипе. Он беседует с Алистипом, подразумевает ли это лицо. Сократ и гедонизм не сталкиваются. И мы начинаем думать, что что-то уже здесь не так. Где-то есть большая проблема, раз Сократ и гедонизм не сталкиваются. Смотрите, мы говорили о воздержанности следующее, что невоздержанность является результатом врожденной психологической или физиологической недостатка. Невоздержанные это рабы как дулосы. Если с Алистипом нет проблем, мы как минимум понимаем, что Алистип это не дулос. То есть, что невоздержанность Алистипа по отношению к чувственным удовольствиям, а гедонизм Алистипа именно таков, это не результат его природной или психологической сложности. Это результат осознанного выбора. Алистип это Каллос Кагатос, который сознательно принимает позицию раба. Мы об этом поговорим чуть позднее, когда сам Алистип нам скажет, почему он принимает сознательно позицию раба. Тут же перечисляется, собственно, в чем состоит это удержание. И мы видим простой порядок. Еда, питье, сон, секс, жаро-холод, труд. Но в 2-6 они начинают обсуждать воздержанность и ее причины. В каком контексте? В сугубо политическом контексте. Заметьте, что Алистип, как вы уже поняли из прочтения этой главы, человек не политический. Он как раз-таки полностью аполитичен. Поэтому никаких проблем с воздержанностью в контексте политики у него не возникает. Но они вдвоем, Сократ и Алистип, обсуждают это ради третьего человека. Белдей Сократ обсуждает это ради третьего человека. Ради человека, который должен быть связан с политикой. И в этом смысле мы начинаем задумываться. Не подыгрывает ли Алистип Сократу, понимая, что этот выпад, выпад против невоздержанности, это не выпад против него. Что это объяснит нам, если это сценка? Это объяснит нам, почему они опускают некоторые слабые моменты аргументации друг друга и концентрируются на других более сильных. Будут моменты, когда Сократ будет выдвигать два аргумента, а обсуждать они будут только один. Второй аргумент вообще будет полностью замалчиваться. Если это сценка, в смысле сценка с целью воспитания третьего человека, мы тут же должны будем задаться вопросом. Первое. Чем она заканчивается? В смысле, это успешный акт воспитания? И сразу ответ. Нет, потому что Сократ не смог остановиться с уважением молодежи. И эта сценка, естественно, не заканчивается тем, что сказано, и этот третий человек прозрел, и больше никогда не был невоздержан. Ничего подобного. Значит, хотя ксенофор объявляет нам цель этой беседы, цель этой беседы никогда не является достигнутой. Есть ли какая-то другая цель публичной беседы между Сократом и кем-то, который услышит другие люди? Зачем они играют друг с другом в крошки-мышки? Давайте я по-другому скажу. Цель остается той же. Цель остается единственной. Обучение. Это философский прием обучения. Это пропедактика. Но это обучение не для невоздержанного человека, для которого оно ничем не заканчивается. Помните, лагу, дула, служи только хозяева. Ему не нужно обучение. Ему нужно, чтобы его мили палку. Мы до этого тоже дойдем, на листик об этом скажем. Я бью палку и не родил их родов, и Сократ скажет, ну конечно, я тоже бью. Мы все в этом замешаны. Это обучение, но не невоздержанного. Это обучение более способных учеников, которые способны увидеть, где проблема. Почему опускаются некоторые аргументы и выдвигаются другие? Почему, хотя аргументов выдвинуто два, один из них не обсуждается, обсуждается другой? И к чему вообще ведется все это обсуждение? Потому что мы очень быстро увидим, что вот эта изначальная тема, тема воздержанности, она просто застворяется. И мы увидим сейчас почему. Значит, 2.6 это обсуждение воздержанности в ее списке. Но мы начинаем видеть проблемы. Первое. Список неправильный. То есть из еда, питье, секс, сон, жара, холод, труд. Он превращается в еда, питье, сон, секс, труд. Затем гигантский разрыв. И только затем заключение жара и холода. В этом гигантском разрыве зачем-то Сократ начинает говорить об интересных моментах. Во-первых, он начинает говорить об образовании. Помните, там возникает тема образования военной науки. Мы уже помним, что военная наука должна останавливать... Помните, у нас была беседа такая, где Сократ говорит, что если мы выбираем стратега, то он точно должен терпеть отсутствие сна. Вот тут отсутствие сна почему-то не возникает в контексте образования военной науки, зато возникают другие вещи, а именно еда, питье и, наконец, секс. Военная наука каким-то образом связана с возможностью остановить именно три эти пункта невоздержимости. Причем, интересный момент, Сократ начинает приводить в пример животных. Значит, воздержанность... Можно уточнить, то есть военная наука помогает быть более воздержанным? Да, да. Считается, что тот, кто изучает, тот, кто способен изучать военную науку, изучив ее, делается более воздержанным. В каком смысле более воздержанным? Способным переносить и способным отказывать себе в некоторых моментах. Что интересного здесь? Вдруг Сократ сбивается на животных. Мы понимаем, во-первых, раз военная наука останавливает не все, то Сократ не позитивист в смысле достаточно изучить и на этом все закончится. Нет. Если бы воздержанность можно было применить с помощью науки, не было бы никаких естественных рабов. Не было бы людей, ни воздержанность которых нельзя подарить. Поэтому у науки есть свои ограничения, указанные в начале. Но дальше вдруг он сбивается на тему животных. И говорит, давай мы посмотрим, как ловят животных. Мы думаем, что это пример очень простой. Стратег, изучивший военную науку, не должен попадаться на уловки противника. Отчасти это попадание на уловки противника связано с невоздержностью самого стратега. Понятно, да? То есть вас куда-то заманивают, и вы туда идете зачем-то. Зачем? Сократ приводит три примера. Еда, питье и секс. Мы возвращаемся назад и думаем. Хорошо, у нас есть список из шести моментов. Еда, питье, секс, сон, жаро-холод, труд. Почему в случае животных речь идет только о половине из них? Ну хорошо, говорим мы себе, животные не трудятся, поэтому труд отпадает. Воздержанность от трудов животных это странно. Второе. Животные легко переносят холод и жару, поэтому жара и холод тоже отпадают. Допустим, говорим мы себе, это нормально, то есть здесь не надо прилагать усилий. А затем попадает сон. Что не так? Почему сон должен выпасть? Ну понятно, да, бывают дневные, и те, и другие спят. То есть почему сон выпадает? Что не так со сном? Ну что, у животных есть проблемы, что они не так со сном? Нет, в смысле воздержанность это воздержанность от чрезмерного сна. У животных нет проблем с воздержанностью от чрезмерного труда, они не трудятся. То есть с перенесением труда. У животных нет проблем с перенесением жары и холода. У них есть шерсть или там нет шерсти, да, есть пух. Их нет проблем. Но ведь они спят. Но мы видим, у них есть проблемы. Ну как это, как это, вы кошку видели в своей жизни когда-нибудь? У нее есть проблемы со сном? Нет проблем. В смысле, у нее есть воздержание, у нее есть способность не спать, если она хочет спать. Ну для того, чтобы сказать, что человек, допустим, может особенно не спать, если он хочет спать. Потому что ему нужно запретить это. Нет, я понял вас. Но, по идее, должно быть. Потому что, во-первых, есть ситуации, при которых надо не спать. В смысле, надо бежать от врага. Спать или бежать, да? Другой момент. Когда мы обсуждаем животных, Сократ говорит о заманивании их в ловушки. И смотрите, он говорит, попадаются ли животные на заманивание ловушек на еду? Очевидно. На питье попадаются. На секс? Сократ говорит, да, давайте вспомним про куропаток и так далее и тому подобное. И на секс они попадаются. Помните, как охотник заманивает уточку, покрякиваясь листочком. И на секс они попадаются. Мы задались вопросом, хорошо, а на сон они попадаются? В смысле, можно ли заставить другого заснуть, соблазниться сном? Как можно другого заставить соблазниться едой, питьем и сексом? И ответ, наверное, нет. Вы можете вымотать себе? Нет, вымотать, да, но речь идет о заманивании в ловушку, соблазнении. То есть, охотник приманивает к себе жертву, едой, питьем. Сюда животное, да, либо тоже не пить. Нет, это понятно. Но вы ведь можете, в смысле, воздержанность, это вопрос того, когда вы хотите есть и останавливаете себя. Понятно, что если животное голодно, оно не остановится. Но животное не вырубится посреди леса. Вот именно, вот именно. Оно найдет в себе там лору еще. Да, 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 да. Нет, еще лучше. Вы не можете приманить кого-то на сон. В смысле, вы можете приманить кого-то на еду, на питье, даже на секс, но вы не можете приманить кого-то на сон. Это физически невозможно. И поэтому сон выпадает. Нельзя спровоцировать у другого человека сон. Как можно спровоцировать у него поедание, питье и секс? Легко студентам послушать и на экзаменах. А другой сон провоцирует. Хорошо. И мы выходим на интересную тему. Вдруг Сократ начинает говорить о сексе. И начинает говорить о сексе больше, чем до этого. То есть из этих трех тем, заманивание на еду, заманивание на питье и заманивание на секс, лишь секс привлекает внимание Сократа. И лишь у секса для людей выходит гигантский пример. Там у нас даже есть ужасное слово терем, значит, как кто-то лезет в чей-то терем. И мы спрашиваем, задаемся вопросом, почему секс играет такую серьезную роль в данной аргументации? И кажется, у меня есть довольно простой ответ на этот вопрос. Все довольно просто. Ради еды или воды, или питья, или алкоголя, скажем, человек не полезет в чужой дом, если только не будет вообще никаких других вариантов. В смысле, если он прям не умирает с голода, он в чужой дом за едой и водой не полезет. Но он легко полезет в чужой дом за чужой женой. Даже если он сыт и здоров, и все у него хорошо, приличный человек не полезет в чужой дом за едой, но приличный человек легко полезет в чужой дом за женой. Отличие людей от животных заключается именно в том, что животные размножаются по необходимости, едят по необходимости и поглощают воду по необходимости. И этой необходимостью мы можем воспользоваться. В то время как в случае человека секс не является необходимостью, в смысле у нас нет периода размножения, где мы неизбежно впадаем в гон и... Вы можете так сказать, конечно, конечно, но Сократ не поднимает тему обезьян, потому что мы должны сконцентрироваться на комплектном человеке. То есть те животные, о которых мы знаем, хотя Сократ знает об обезьянах, и вы знаете, что Сократ знает об обезьянах. Я напоминаю вам, что это процесс обучения, а значит некоторые аргументы должны быть скрыты для того, чтобы тот, кто способен их выявить, показал, что он способен их выявить. Итак, сексу уделяется гораздо больше внимания, потому что секс это то, что отличает человека от других животных. Сейчас мы так в кавычках это скажем, помня про обезьян, можем вспомнить про дельфинов, мы тоже знаем, что дельфины любят это дело. Отличает человека от других животных, и поэтому именно ему уделяется гораздо больше внимания, чем еде и питью. Хорошо. 7-9 параграфы. Алистип отвечает Сократу безумным... Он совсем соглашается, естественно. Но отвечает Сократу безумным ходом, блестящим ходом. Итак, я напоминаю вам, что Алистип это гедонист, который утверждает, что воздержанность это зло, и мы должны получать удовольствие от невоздержанности. И только это и есть смысл жизни, или вернее цель жизни, получать удовольствие. Причем, помните, да, что это классический гедонист, а не гедонист-эпикурейец, который вам скажет, что удовольствие от ума гораздо больше, чем удовольствие от тела, и поэтому мы должны перестать, значит есть и начать думать. Хорошо. В 7.9 Алистиб говорит, что он конечно все это понимает, но все это обсуждается в контексте политического. А он, Алистиб, аполитичен. И он не просто аполитичен, он также говорит следующее. Тот, кто идет во власть управлять другими, является неумеренным, проявляет собственную неумеренность. Желание господствовать это неумеренное желание. И смотрите, что получается. Алистиб получается аполитичным и умеренным. Я напоминаю вам, что он не воздержан по определению, но он оказывается умеренным одновременно, обвиняя политиков как раз таки в неумеренности. Тема сдвигается, как мы видим, и воздержанность больше не обсуждается. Дальше начинает обсуждаться именно аполитичность Алистипа. Почему? Потому что она позволяет Алистипу проявлять невоздержанность. И тогда Сократ говорит, а как ты можешь быть аполитичным при условии того, что все люди делятся на две группы и никаких других вариантов нет. В смысле, ты либо власть, либо ты подвластный. И понятно, что если ты подвластный, у тебя большие проблемы, у тебя все время теребят. А если ты власть, то ты не можешь быть невоздержанным. Потому что мы уже обсуждали политическое власть. По той причине, по которой мы обсуждали. То есть ты либо аполитичный, умеренный, но тебя нагибают, тебя постоянно волнуют, тебя постоянно тыкают, тебя постоянно заставляют делать то, что ты не хочешь. Либо ты неумерен, не являешься политическим, но тогда ты получается, это ты тыкаешь всех, кого хочешь. Алистип отвечает Сократу интересным моментом. Одиннадцать. Он говорит, подожди, подожди, подожди. Помимо властвующих и подвластных, есть третья категория людей, которые выходят. Он продолжает наставить на своем аполитике, на своей аполитичности. Которые выходят из города. То есть он пытается вырваться из диалектической противоположности власть подвластных. На что Сократ ему отвечает? Двенадцать, тринадцать. Отношения власть подвластные, это не политическое отношение. В смысле власть подвластные, это не только те, кто находится в одном городе. Отношения власть подвластные, в смысле политическом городе, в полисе. Отношения власть подвластные, на самом деле это отношения слабые и сильные. И тут Сократ вдруг выдвигает блестящую, ну не блестящую, а скажем так, интересную идею. Она заключается в следующем. Сократ вдруг объясняет, откуда берется полис и политическое. Помните, что это серьезный вопрос. Откуда происходит политическое? Является ли политическое естественным или оно является искусственным? В смысле договорным, в смысле конвенциональным. По одной простой причине. Мы с вами живем в либеральном государстве, которое предполагает по умолчанию, что оно является неестественным. Оно является конвенциональным. Тяжелый вопрос. И я напоминаю вам снова, что у нас есть две классические точки зрения. Аристотелевская и платоновская. Аристотелевская, что государство является естественным. Но здесь есть решающая проблема, которую Платон видит и с которой Платон не может согласиться. А именно, что если государство является естественным, то основанием для государства является что? Секс. И это большая беда для Платона. Поэтому Платон говорит, что государство не является естественным. Оно является результатом необходимости. Для Платона этот результат необходимости – это результат разделения труда. Один человек не может обеспечить себя всем необходимым, поэтому ему нужен другой, другому нужен третий. И так возникает гор. Псенофонд также поддерживает идею о том, что полис, по крайней мере Сократ на предмеседе, что полис является результатом необходимости. Но это не результат необходимости из разделения труда. Это результат необходимости быть сильными. Люди, говорит Сократ, объединяются в город с одной единственной целью – не быть слабыми. В смысле число и сила каким-то образом связаны. В смысле число и сила чаще всего совпадают. Конечно, Сократ тут же делает оговорку. Они собираются в город, чтобы быть сильными. И то у них не всегда получается. В смысле не всегда получается собраться в город. Это получается. А не всегда получается при этом всех побеждать. Все время быть сильными. То есть число дает превосходство, но это не значит, что оно гарантирует победу. Да, в этот же момент происходит интересная щетка. 14-16. После этого Сократ начинает смещать диалог. И он говорит Аристипу про два варианта развития событий, его аполитичности. И оба из которых не очень хорошие. Либо Аристип является Митеком, в смысле чужим в любом городе, как он и хочет, будучи аполитичным. То есть не будучи гражданином. Но тогда на что Аристип рассчитывает? В смысле, почему Митека никто не насилует? В наш город приходит чужеземец. Тут же к нему подскакивает банда и говорит, отдавай все. Почему Митек этого не боится? Почему чужеземец не страшно? На свете не так, когда он был в Митеке, а он включил на иностранство. Не, не, это буквально Митек. Конечно, да, да, да. Ведь какая аргументация? Если ты в городе, то ты либо власть, либо подчиненный. Никаких других вариантов нет. В смысле, ты либо политическая власть, либо политически подвластный. И Аристип говорит, а, я нашел выход. Я никогда ни в какому городу не принадлежу. И к этой дихотомии у меня отношения нет. Тогда Сократ меняется. Говорит, не, 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 не. Я имел в виду сильные и слабые. Ну хорошо, возвращаемся назад. Сократ, почему в городе, почему вы приезжаете в другую страну и тут же не подскакивают люди и не забирают у вас все, что есть, оставляя вас ни с чем? Нет, от своей стороны защиты нет. Закон государства. Вот. Потому что закон того города, в который вы приехали, все равно охраняет вас. Потому что то, что они делают, это все равно преступление. Но тогда, говорит Сократ, получается, что ты в своей аполитичности, в своей нетековости все равно полагаешься на политику. Город гарантирует тебе твою безопасность. А если ты хочешь быть аполитичным действительно, то тогда, говорит Сократ, у тебя есть только еще один выход. Только один выход. Стать рабом. Потому что любой, если ты не член города и не защищаем городом, может сделать тебя рабом. То есть, если ты полностью отказываешься от политических связей, в смысле полностью порываешь свои связи с городом, даже как Митека, то человек сделает тебя рабом. И возникает сильный, сделает тебя рабом. И тогда возникает следующий вопрос. А как обходятся с рабами, которые являются невоздержанными? В смысле, которых заставляют работать, а они такие, ну подождите, я же невоздержанный, я не могу выносить труд. И уважаться на поле. Или которых заставляют терпеть жару, они такие, не-не-не-не, я в тенечек пойду, тут не очень хорошо. Или которых заставляют голодать, они начинают приворовывать, ну потому что надо же кушать что-то вкусное, да? Значит, либо Митек, что неприемлемо, либо Раб, что тоже неприемлемо. И Аристиф вынужден согласиться, что он, конечно же, бьет своих рабов, которые и вообще это нормально. Если ты приказываешь рабу работать, а он откапся, ну его надо бить. В смысле, его надо вынуждать, да. А почему вот эти двух вариантов, например, не рассматриваются, чем он, например, вариант отчерничества? То есть, как бы, ты свободен, а получается от у всех. Ага. Я рад, что вы задаете этот вопрос. Ответ на него очень простой. Во-первых, когда мы говорим о политичности Аристипа, Сократ, выдвигая идею «власть подвластная», говорит также и о бойкосе. Даже дома есть властители и подвластные. Если вы попытаетесь отказаться и от дома, в смысле от домашних рабов, от семьи и действительно уйти в пустыню, как вы можете быть невоздержанным в пустыне? В смысле, как вы можете много есть, много пить, спасаться от жары и холода, когда это нужно в пустыне? В одиночку этого не сделать. Итак, Аристип отвечает, естественно, что он бьет своих рабов, которые не хотят делать то, что ему препятствуют. То есть, Сократ снова загоняет его в политическое, пытается это сделать. Но Аристип говорит интересные штуки. Аристип говорит, хорошо, предположим, я действительно готов быть властителем. Ну, понятно, почему не готов быть подвластным, это логично. Предположим, я действительно готов быть властителем. Но вот проблема. Цель гедонизма – это счастье. А раз к цели гедонизма, то есть возможности быть невоздержанным, ведет политическое, в смысле господство, то целью господства должно быть счастье. В смысле счастье господствующего. Но, говорит Аристип, мы же знаем, что господствующий все время вынужден делать что-то с подчиненными. В смысле, он все время должен работать. Мы можем даже немного дальше закинуть. В смысле, он все время должен заботиться об их счастье в идеале-то. Аристип говорит, а каким это образом труд, который связан с политическим, совмещается с невоздержанностью в смысле избегания на труда. То есть, Аристип рисует нам простую дилемму, простую проблему. Цель гедонизма – счастье, которое возникает в невоздержанности. Гедонист не может входить в политику, не хочет входить в политику, потому что политика – это труд. Но, с другой стороны, если он не входит в политику, невоздержанность он проявлять не может в принципе. А если входит в политику, то входит в труд. То есть, даже если это труд, да. У нас в этом случае вопрос, и мы можем принести с этой дилемму еще более простой. Бить рабопалкой – это тоже труд. Без рабов он не сможет позволить себе взять. Бить рабопалкой – это тоже труд. Хорошее замечание. Но все-таки согласитесь, что бить рабопалкой гораздо приятнее, чем решать коллективные проблемы. Ну, насчет приятного и неприятного я не берусь судить. Давайте, гораздо проще. Вам нужно, это извечная дилемма, найти человека, который не будет воровать, будет там, вы будете ему мало платить, он будет хорошо делать свою работу. Ну, раб делает все бесплатно. Да, раб делает все бесплатно, один пункт вы выкидываете, но вам нужно постоянно пить его палки для этого. Если это плохой раб, невоздержанный раб. А у вас есть хороший? Ммм, хороший вопрос. А Алистит почему-то уверен, что раз бывают плохие рабы, то, наверное, бывают хорошие. То есть, сам Алистит плохой раб, потому что он невоздержан, но есть те, которые, да. Давайте по-другому. Есть ли патриоты, готовые действительно умереть за Родину здесь и сейчас? Это значит, что есть хорошая раба. То есть, те, которые реально готовы пострадать за отчизну добровольно, без всяких проблем. Престиденье. Сейчас, конечно, к современному понятию патриота привлекается идеология, но в случае с Древней Грецией не было никакой идеологии. То есть, вы патриот в том смысле, что вы просто родились здесь, а не в том смысле, что вы выступаете за какую-то идею и ради нее готовы. Не в смысле, что я сделал выбор, а в смысле, что это нормальная ситуация, когда ты идешь, воюешь за свой город и умираешь за свой город. То есть, они все рабы? Нет. То есть, если ты родился рабом, это нормальная ситуация, когда ты думаешь о хозяине, делаешь, что тебе прикажут, не вызываешь побоев и так далее. Но если гражданин идет и умирает за свой город, он рад? Нет, я лишь приемом принес, чтобы показать, что по-моему, будут люди, которые являются воздержанными от природы, и потому их не надо бить все время по. Вы сказали, что человек, который от сон идет умирать за отчизну, то есть, патриот является рабом государства. Я сломил, да. А кто тот человек, который, допустим, поневоле в данном случае оказался? Из-под палки. Ну, как Алишки, да, из-под палки, пожалуйста. То есть, не раб, но под палки. Да, но Алишки, кто... Нет, раб под палку. Но Алишки, кто думает не о том, как быть под палкой, Алишки думает о том, как быть вне всей этой планеты. Хорошо. Мы доходим до 18.20, где Сократ, естественно, пытается доказать, что позиция господина, властителя, которому надо работать, чтобы подталкивать своих подвластных, это более выгодная позиция, чем любая другая. Помните цель, да? Мы все время обсуждаем какого-то невоздержанного человека, который явно стремится к политическому. И в этом контексте, в политическом обсуждаем, почему нужно быть воздержанным. И Сократ говорит странную вещь. Он говорит, что позиция того, кто работает, то есть трудится, проявляет воздержанность по собственной воле, по собственному желанию, выше, чем позиция того, кто делает то же самое, но против собственного желания. Значит, Алистик говорит, моя цель это счастье, но если я буду подвластным, меня все время будут заставлять что-то делать. Какое в этом счастье? А если я буду властителем, в политическом смысле, я все время буду заставлять кого-то что-то делать. То есть я тоже буду что-то делать. Какая тогда разница, если и то, и другое связано с воздержанностью, а значит я не могу быть счастливым? И тогда Сократ пытается доказать, что позиция власти выше, чем позиция подвластных путем интересного момента. Там еще один был момент хороший, но мы уже его пропустили, я не буду к нему возвращаться. Он говорит, что властитель страдает, в смысле переносит труд, в смысле проявляет воздержанность по собственному желанию, в то время как подвластный страдает помимо своего желания. И в этом смысле управителя больше, управитель стоит выше, потому что в любой момент он может по своему желанию прекратить страдать, прекратить действовать. Вот! Но это-то как раз они и не обсуждают. То есть, что на самом деле говорят Сократ и Аристип ученикам Сократа? Что обе эти позиции абсолютно невыигрышны, что они абсолютно одинаковы. Но для человека из антуража, которого нужно сделать воздержанным и который стремится в политику, нужно объяснить, что воздержанность – это удел властителей. И потому, если он хочет войти в политику и в власть, он должен уйти от невоздержанности. Итак, Сократ говорит буквально следующее. Добровольное страдание лучше, чем недобровольное страдание, потому что его в любой момент можно прекратить. От него в любой момент можно уйти. И мы тут же задаем все вопросы, можно ли выйти из политики и отвечаем себе, что вообще-то аргумент как раз был прямо противоположен. Понятно, что этого мало, да? И Сократ понимает, что этого мало. И Сократ, естественно, пытается описать нам основные бенефиции добровольного страдания. И мы переходим к решающей истории о бенефициях добровольного страдания. Помните решающий момент страдания, о котором мы уже говорили. Страдание ведет к обучению. До тех пор, пока вы помните страдания, вы можете проявлять тому, чему вас научили. Вы можете проявлять науку. Но так как политик страдает постоянно, в смысле он постоянно заставляет себя что-то делать, он должен помнить, как проявлять раздерживость. Итак, добровольное страдание лучше, чем недобровольное страдание при одном условии, одном единственном. Добровольное страдание вознаграждается. Иными словами, мы находим на тему космической справедливости. Когда вы добровольно приходите к Богу и решаете выполнять Его заповеди, Он вас награждает. А когда вас принуждают выполнять эти заповеди, Бог вас наказывает. Добровольное страдание лучше, чем недобровольное страдание. И на этом мы остановились в прошлый раз на теме космической справедливости. И сейчас Сократ попытается вместе с Алистипом доказать нам, что космическая справедливость существует. У меня возник вопрос насчет Алистип. Он же говорит, что все равно властвующий, он что-то делает. То есть он также несчастный. Но так как вы пришли к выводу, что политика это то, что связано с невоздержанностью. Нет, наоборот. Политика это то, что связано с воздержанностью. Властвующий все время должен себя ограничивать. В смысле, невоздержанность включает в себя отказ от труда. Политик что-то делает, поэтому как минимум он должен заставлять себя что-то делать. А гедонисты, они альтруисты? То есть все должны кайфовать или только я вам? Нет, гедонист вообще не задается вопросом об остальных. А только я? Цель ваших действий это ваше личное счастье. И оно, конечно, связано с невоздержанностью. Еще какие-нибудь вопросы или мы приступим к чтению? Да. Но если это как бы политическое и ваше в принципе является счастьем? Но оно не является счастьем. Нет, оно как бы является счастьем, потому что ну как бы цель гедонизма счастья? Да. Достичь этого счастья можно, обладая обладанием? Нет, достичь этого счастья можно, лишь обладая невоздержанностью. То есть, нет, ну по сути гедонист может наслаждаться жизнью только если он властен, а не воздерживается. Да, это проблема, к которой мы приходим. Гедонист может наслаждаться счастьем, невоздерженностью, только если он оказывается властителем. Но быть властителем – это значит быть воздерженным. Это идеальная модель. Политик воздержан. Нет, нет, нет. Смотрите, политик, который ничего не делает – это мертвый политик. Вам все равно придется что-то делать. Хотите вы того или нет? Но что-то делать – значит проявлять воздержимость. Жизнь – это в принципе что-то делать. Нет, гедонист как раз считает, что жизнь – это когда вы от труда воздерживаетесь. Суббота, суббот – это совершенно не гедонистическое понятие. Суббота, суббота – это смерть. Это перестать дышать наконец. То есть, наступает такой день, когда уже ничего не надо делать. Даже выдыхать и выдыхать. Это серьезная проблема. Вы, с одной стороны, не можете проявлять невоздерженность, если вы здесь не власть, а с другой стороны, вы не можете не проявлять воздерженность, если вы здесь власть. О позиции Сократа по отношению к счастью мы узнаем, собственно, в четвертой книге, когда Сократ и ученик будут счастье обсуждать. И мы уже частично об этом говорили. Позиция Сократа очень простая. Счастье может быть основано только на безусловных вещах, а таких не существует. Если больше нет вопросов, давайте мы перейдем к чтению. «Космическая справедливость и принцип космической справедливости». Это серьезная тема, потому что вся ваша жизнь практически во всех ее серьезных проявлениях полагается на этот принцип. В прошлый раз мы выяснили, что Сократ научил вас, что главное – внутри, а не снаружи, как мы помним. В этот раз мы попробуем посмотреть на еще одну уловку Сократа, которая до сих пор работает и работает успешно. С девятнадцатого. Угу. Как же так ирестить своего Сократа? В подобных случаях разве нет разницы, по-твоему, между страданиями добровольными и невольными? В том отношении, что добровольно голодающий может поесть, когда хочет, и добровольно терпящий жажду напиться и так далее. А кто терпит эти страдания в силу необходимости, тот лишен возможности прекратить их, когда хочет. Затем, кто терпит разные невзоды добровольно, тот удешается мысль сотрудиться с надеждой на успех. Да, следующее. Если вы можете прекратить страдания в любой момент, как нам обещает Сократ, почему вы этого не делаете? И ответ Сократа – космическая справедливость. Например, охотникам приятно трудиться в надежде на обычае. Конечно, подобные награды за труд имеют мало цены. И Сократ признает, естественно. Он потрудится с целью приобрести добрых друзей или одолеть… Но добрых друзей – это как раз хороших друзей, агафос, да? Да, хороших друзей или одолеть врагов, или укрепить тело и душу, чтобы хорошо вести свое собственное хозяйство, оказывать услуги друзьям, приносить пользу Отечеству. Как же не думать, что… Достаточно, смотрите. Есть второстепенные цели, которые вызывают страдания и награды за которые минимальны, но есть первостепенные цели. Их, собственно, три. Добрые друзья, победа над врагами и укрепление тела и души. И есть еще три цели, которые, кажется, с предыдущими тремя имеют связь второстепенную. То есть это цели и задачи. Три цели и три задачи. Это вести собственное хозяйство, то есть, собственно, заниматься экономикой, помогать друзьям и приносить пользу Отечеству. Экономика, политика, давайте мы скажем, жизнь, потому что под жизнью мы понимаем именно приватную жизнь, дружескую жизнь. Я напоминаю вам о блаженной деятельности Сократа, которая заключается в том, что вместе со своими друзьями он читает старые книжки и так приносит им пользу. Как же не думать, что трудиться им приятно для таких целей и жить им весело, когда они сами довольны собой. А другие хвалят и их считают счастливыми. И их считают счастливыми достаточно. Вы заметьте, что сами они довольны собой, но не счастливы. А счастливыми их считают другими. Другие. Помните, что цель гедониста – это счастье. Итак, смотрите, значит, космическая справедливость говорит буквально следующее. Страдание сейчас ради счастья потом. Это счастье наступит или, вернее, наступает в ходе… Это все действие сопровождается, давайте так, сопровождается удовольствием от самосозерцания. От созерцания того, как вы терпите страдания сейчас ради счастья потом. Принцип космической справедливости заключается в том, что это счастье потом каким-то образом, какой-то стороной гарантировано. Потому что если оно не гарантировано, и сейчас мы об этом будем говорить подробнее, то смысла страдать сейчас не существует. Кроме того, легкое времяпрепровождение и удовольствие, получаемое сразу без труда, ни телу не могут дать крепости, ни души не доставлять никакого ценного знания. Остановитесь. Это утверждение о том, что удовольствие, то есть невоздержанность телесная, не ведет к целям, которые были указаны выше. Но смотрите, что это за цели. Вернитесь назад. Кто трудится с целью… Достаточно. Достаточно. А смотрите, что внизу. Кроме того, легкое времяпрепровождение и удовольствие… Ни телу не могут дать крепости, ни души не доставлять никакого ценного знания. Остановитесь. Где остальные цели? Укрепить тело и душу невоздержанность мешает. Но мешает ли она приобрести хороших друзей и одолеть врагов? Почему-то Сократ этого не говорит. И главное, наш переводчик умудрился пропустить решающую фразу в этом предложении. Ни телу не могут дать крепости, ни душе не предоставляют никакого ценного знания согласно словам тренеров. Это не точка зрения Сократа. Это точка зрения неких тренеров. А дальше будет еще интересней. Напротив. Напротив. Занятия, соединенные с упорным трудом, ведут к достижению нравственного совершенства. Добродетели. Добродетельного совершенства. Нет, просто нравственное совершенство – это добродетель. Достижение добродетеля по словам добрых людей. Ага. И снова, напротив, воздержанность ведет к… Заметьте, что добродетель ни разу не была целью в указанных шести целях. Более того, это не по словам Сократа, а снова по словам добрых людей. Кто такие добрые люди – хороший вопрос. Значит, если вы посмотрите в оригинал, то там, конечно же, будут стоять не добрые люди, а добрые мужи. Агафос Анел. Кто такой добрый муж? Мы уже знаем, кто такой добрый муж. Муж – это, естественно, мужчина-воин-победитель. Это политик. А добрый – это как раз, как вы помните из классификации антуража Сократа, это те, кто о политике не заботятся. То есть, это люди, которые не участвуют в политике, но говорят о ней. А у нас есть прямо три имени. Спросите три имени. Так, Гесиот или? Ну, он, наверное, не Гесиот. А, Гесиот. Следующее. Эпихарм. Эпихарм и последний. Продик. Продик. Два поэта, один софист. Вот эти добрые мужи – два поэта, один софист. Будьте внимательны, что этот софист – Продик – это лучший софист, в смысле, любимый софист Сократа. Мы знаем целый список софистов, с которыми Сократ взаимодействует. Протагор, Горгий, Евтидем, Гиппий. Но есть еще софист Продик. И если с Протагором, Горгием и Гиппием, например, у нас есть разговоры, беседы, есть диалоги, названные в их честь, а в случае Гиппия их даже два, у нас нет ни одного диалога, который бы назывался Продик. Что мы знаем о Продике? В смысле, о связи Сократа и Продика – две вещи. Продик занимается языком, изучением языка. И в этом смысле он ближе всего к Сократу, потому что, как изучающий язык, он все время задается вопросом – те есть ли? Что означает понятие «слон»? Что означает слово «слон»? Что означает слово «добро»? Но не в смысле их философского содержания, а в смысле их грамматического значения. Мы знаем вторую вещь. Сократ учился у Продика в какой-то момент. И мы знаем третью вещь. Сократ и Продик всегда настроены одинаково. Где мы можем это открыто увидеть? В Протагоре, естественно. Когда Сократ приходит в дом к Калию, где собрались все три софиста, Продик Гиппий… Гиппий? Гиппий, по-моему. Давайте я скажу Гиппий, хотя не помню. Продик Гиппий Протагор… Вы простите меня за плохую память. Протагор описан как человек, который ходит туда-сюда по портику с кучей учеников, следующих за ним. Гиппий описан как человек, сидящий за скамеечкой, который что-то объясняет другой кучей учеников. И только Продик описан как человек, который сидит, вернее лежит где-то в амбаре, полностью закутанный под одеялом, и что-то непонятное из-под этого одеяла говорит всем остальным. Иными словами, все слышат, что говорят Протагор, все слышат, что говорят Гиппий. Почти никто, кроме рядом сидящих, не слышит, что говорит Продик. Ну, я уж не говорю о том, что во время войны с Протагором в Протагоре Сократ и Продик объединяются, чтобы Протагора мочить. И восхваляют, естественно, друг друга. Итак, три добрых мужа – Гесиот, Эпихарм и Продик. Давайте. Так Гесиот в одном месте говорит. Можно порока набрать легко, хоть целую кучу. Пусть он ему гладкий ведет, и живет он от нас очень близко. Перед добродетелю же положили бессмертные боги. Только тропинку крутую и длинную дойдешь до нее ты. Очень и ровно сначала, когда же достигнешь вершины, станет легка добродетель, и тяжело бывшее прежнее. Тяжело бывшее. Те же самые строчки цитируются в Протагоре 340D. Заметьте, что Протагор выступает как раз против Гесиота, потому что Протагор называет его старым софистом, софистом старого типа. Это 136DE. В смысле софистом, который скрывается. Протагор с противоположным старым софистом – это не скрывающийся софист. Такова его тактика, как вы помните. Заметьте, саму суть этой фразы, решающий для нас момент и для вас, и для тех, кто читал вперед и знает, о чем впереди пойдет речь. Эта фраза перед добродетелью же под положили бессмертные боги. Иными словами, Гесиот утверждает, что бессмертные боги трудятся, чтобы быть добродетельными. Второй – это Эпихарм. Это уже свидетельствует и Эпихарм в следующем стихе. Да, значит, в чем проблема с Эпихармом? Эпихарм – это комедиограф, в отличие от Гесиота. И это не просто комедиограф. Это комедиограф, который пишет о Геракле ужасные вещи. В смысле, ужасно смешные вещи. Боги продают все блага людям только за труды. Все блага, да, это очень важно. Боги продают все блага людям только за труды. Уже никакой добродетели нет, но есть фраза «все блага». Очень для нас важная в будущем контексте. И в другом. И в другом. Дури никогда не за мягким, как бы жестко не было. Угу. Что мы знаем вперед? Все эти три человека будут говорить о теологическом аргументе в пользу страданий. Иными словами, космическая справедливость – это справедливость, каким-то образом гарантированная богами. Или связанная с богами. Если богов нет, шанс, что космическая справедливость существует, резко падает. Ну понятно почему. Потому что если богов нет, то все является игрой случая. А если есть, то все является игрой разума. И справедливость скорее достигается с помощью разума, чем с помощью случая. Мы понимаем это, когда видим, например, как молния бьет в дерево, но не бьет в убийцу предателя Илгуна. В смысле, иногда она бьет в убийцу предателя Илгуна, но чаще всего она бьет в дерево. Из всех трех только один человек имеет некий предикат. Давайте посмотрим, какой. Ну естественно, ученый-продик – это плохо. Потому что по-русски непонятно, ученый в смысле существительного или ученый в смысле прилагательного. А в оригинале-то он, конечно, софист-продик, в смысле мудрый или учитель-продик. Давайте мы оставим мудрый продик, чтобы было просто. Мудрый продик – это сочинение Герабли, которое он читает перед многочисленной публикой. Остановитесь. Итак, это единственный раз в книжке, когда Сократ цитирует софиста. Причем Сократ цитирует не просто софиста, а софиста, известного своей нетерпимостью к проблемам и трудностям. Цитирует его по памяти и поэтому избегает проблем. В смысле все знают, что говорит Висеот, все знают, что говорит Эпихарм, но мало кто знает, что именно говорит продик. Итак, это, заметьте, это не точка зрения… Смотрите внимательно. Точка зрения о существовании космической справедливости – это не точка зрения Сократа. Так говорят тренера, так говорят хорошие люди, в смысле хорошие мужи, в число которых включаются два поэта и один софист, ученый Продик. Сказывают такое же мнение добродетели. Он выражается так, насколько я припомню. И заметьте, Сократ еще и показывает, что он не помнит точно. Иными словами, Сократ еще и показывает, что, скорее всего, он, конечно же, извращает то, что говорил Продик на самом деле. Когда Продик начнет рассказывать свою историю о Геракле, мы увидим решающее различие между Продиком и Сократом. Придумывая свою историю о Геракле, Продик никогда не будет ссылаться на авторитеты. Вся эта история – это целиком его история. В то время как Сократ только и делает, что ссылается на авторитеты, включая самого Продика. Что ж, давайте посмотрим, послушаем эту чудесную историю о космической справедливости. Итак, простой выбор – добродетель или порок. И каждый юноша делает этот выбор. Что же сделал Геракл? Геракл ушел в пустынное место и сидел в раздумье, по которому пути ему идти. Итак, смотрите, для Геракла, как и для любого другого молодого человека, выбор неочевиден. Надо подумать. Несмотря на то, что говорит отец, в смысле не говорит отец, мы знаем, кто его отец. И все остальные – выбор неочевиден. Ему представилось, что к нему подходят две женщины высокого роста, одна – беловидная, чертами врожденного благородства. Украшением ей была частота тела, страдлилась в очах, скромность наружности, белая одежда. Это решающий образ женщины в белом, который вы найдете в Критоне 44b, где Сократ говорит, сегодня ночью мне явилась женщина в белом и сказала, что я умру послезавтра. Послезавтра, он цитирует Гумера, естественно, послезавтра точно в тебе достигнешь прекрасного. Женщина в белом, как мы потом узнаем, называется добродетель. В апологии Сократа добродетель говорит Сократу, когда умереть. В смысле добродетельный человек знает, когда нужно умереть. Да, вторая женщина, как мы потом увидим, она еще более интересная. Помните, что цель Аристипа – счастье, и, соответственно, она будет заявлять, что друзья зовут ее счастьем, дорогие зовут ее как-то иначе. Мы подразумеваем, что если одна из них добродетель, то вторая – это порочность в связи с тем, что Геракл выбирает добродетель или порочность. Добродетель не осматривает себя. Добродетель не связана с публичным образом, со своим образом. Порочность напрямую связана со своим образом. Почему? Ну, очевидно, потому что порочность, как правило, не выставляет себя порочностью. В смысле, если вы потихоньку подворовываете из бюджета, вы все-таки делаете вид, что вы наиболее честный человек на свете. И что честнее вас никогда не было. У меня есть в голове пример, он прекрасный, но я не буду его приводить. Почему-то не в белом платье, если вы говорите. Нет, смотрите, второе замечание – она куда более привлекательна. Именно поэтому у нее не белое платье, а прозрачное платье. Когда они были уже близко к Герахову, то первая продолжала идти прежним шагом, а вторая, желая опередить ее, то бежала к Герахову и сказала. Итак, добродетель и порочность пришли вместе. Они приходят из одного и того же места, в смысле, из одного и того же источника. Но одна из них спешит вперед, потому что одной из них не терпится познакомиться с Гераклом быстрее, чем второй. Я вижу Гераку, ты в раздумье, по какому пути тебе идти в жизни. Так, если ты сделаешь своим другом меня, то я поведу тебя по пути самому приятному и легкому. В радости жизни ты вкусишь все, а тягости не испытаешь во весь век свой. Во-первых, ты не будешь заботиться ни о войнах, ни о делах, а всю жизнь будешь думать только о том, какое бы кушание или напиток тебе найти по вкусу. Чем бы усладить взору или слух? Чем бы порадовать обаяние и осязание? Какими мальчиками побольше испытать удовольствие? Как помягче спать? Да, снова я напоминаю вам, что мальчики и удовольствие связаны, потому что женщины связаны только с диет и заждением. Как помягче спать, как поменьше трудиться, чтобы все это получить. А если когда явится опасение, что не хватит средств, на это не бойся. Я не поведу тебя добывать эти средства путем труда и страданий, телесных и душевных. Телесных и душевных. Нет, нет, что другие зарабатывают. Нет, что другие зарабатывают, этим будешь пользоваться ты, не останавливаясь ни перед чем. Откуда можно чем-нибудь поживиться? Своим друзьям я предоставлю свободу извлекать пользу из-за всего. Мы сейчас подробнее это обсудим, но вы должны представить себе простую вещь. Вспомните, что родители говорили вам о труде и что большой труд ведет к большим успехам. В смысле, вы должны учиться хорошо, чтобы получать пятерки. Учиться хорошо, значит учиться много. А потом много работать, чтобы много зарабатывать. Вот эта вот женщина, которая бежит вперед, говорит, что не надо много работать, чтобы много зарабатывать. И нет никаких проблем с тем, чтобы не работая зарабатывать. В смысле, она уже сходу отрицает принцип космической справедливости. Она сходу говорит о том, что можно получать бенефиции, не прилагая серьезных усилий. Я жду вопроса от вас, как это возможно. Но раз его нет, значит вы прекрасно понимаете, как это возможно. Вы слышали, это Геракл спросил. Смотрите, Геракл заинтересовался, Геракл хочет с ней познакомиться. С добродетелью, если мне не изменяет память, он знакомиться не захочет. В смысле, он не будет спрашивать, как ее зовут. Как тебе имя, женщина? Друзья мои отвечала, она зовут меня счастьем, а ненавистники называют порочностью. Заметьте, что друзья называют ее счастьем, ненавистники порочностью, но ненавистники не называют ее несчастьем. Иными словами, ненавистники порочности признают, что порочность ведет к счастью. Им просто не нравится, что она порочна. В это время подошла другая женщина и сказала, и я пришла к тебе, Геракл, я знаю твоих родителей и твои природные свойства. Заметьте, порочность не говорила ни о родителях, ни о природных свойствах. Порочность это не интересует. Добродетель интересует природные свойства Геракла, потому что ему придется очевидно работать. И в этом смысле он должен быть готовым, в смысле способным работать. И добродетель знает его родителей. Сейчас мы поговорим об этом подробнее. А что если вдруг ненавистник не называют ее несчастьем? Признают, что порочность участия есть. Потому что просто саму порочность в ликвидении участия и несчастья не описывают. Представьте себе самого порочного человека на свете. Давайте, самого порочного человека в России. Выглядит ли он счастливым в этот момент, когда он нюхает дорожку кокса со 100-долларовой купюры в компании огромного количества полуголушек? Нет, давайте. Выглядит ли он счастливым у вас в голове? Да. Именно поэтому вы не акцентируетесь на том, что он счастливым, а акцентируетесь на том, что он, значит, ужасно все украл и, значит, все это не его, ему не принадлежит, и как это так вообще возможно? Да, ай-яй-яй, в суд и так далее. Или, я не знаю, представьте себе мажора, который в этот момент рассекает дорогу... Как это? Мажора? Сына нашего какого-нибудь чудесного чиновника, который рассекает дорогу Майами вдоль пляжа на какой-нибудь Феррари. Выглядит ли он счастливым у вас в голове? Да, да. Ну вот, хорошо. То есть, помните, мы же говорим с гедонистом, а он все оценивает. Давайте, есть у вас какие-нибудь еще вопросы? Потому что я вижу активное обсуждение, давайте, поделитесь с нами. Пропустила, когда ушла и списала, у нас конспекты, у моей фразы, мне очень понятно, как... Счастье от созерцания собственного страдания... Счастье от созерцания собственного... Счастье от созерцания... Счастье от созерцания собственного страдания... Вы довольны тем, что вы движетесь к счастью. То есть, вы воспринимаете движение к счастью, как преодоление страдания, и видя, что у вас получается... То есть, смотрите, вы приходите домой после тяжелого трудового дня, выдыхаете и говорите себе, это был отличный день, смотри, сколько всего я сделала. Это вот и есть то самое счастье от созерцания, или удовольствие от созерцания собственного страдания, которое, в конце концов, придет от счастья. Потому что засыпаете вы, естественно, с мыслями об отпуске, который будет через год, и на который у вас уже будет денег достаточно через год. Да, то есть, еще больше страдания. Нет, я просто думаю, что вы как алисте... Труд, труд, это всегда страдания. Это кто сказал? Ха-ха-ха! Давайте мы акзоищимся к сенофонту. Кто он хочет? Да. Вы можете много забегать вперед, мне кажется, что крестико и лжетки предлагают, в принципе, одно и то же. Потому что, что этот продитель, он же, видимо, что предлагает? Да, будет у тебя термейский путь, но этот термейский путь приведет к чему? К славе. А к славе, к... Это что же? Вы забегаете чуть-чуть вперед. Какой славе? Кто будет гордиться им? В смысле, слава будет связана с горностью. Кто будет гордиться им? Нет, нет. Слава – это не прижизненная слава, о которой она говорит. Она говорит о посмертной славе. Кто будет гордиться им? Нет. Потомки, конечно. У нас же был даже перед этим фраза. Да, но давайте я тогда закончу мысль. Но смотрите-ка, когда вы лежите в могиле, а потомки вам не гордятся, вы испытываете от этого счастье? То есть вы верите в принцип космической справедливости и будете смотреть с облаков и улыбаться, как хорошо потомки о вас думают. Деньги, мне нужны другие. Вот я проверю, если будет, мне нужно сообщить. А-а-а. Да, вы как? Да, да, да. Нет, я, конечно, проверю быстрее, поэтому сообщу быстрее. Ну, не факт. Ну, как это не факт? Мы в России живем. Случайно слышно. Просто статистику откройте, и вы поймете, что я проверю быстрее. Давайте дальше. Я знаю, что родители твои природные свойства изучили во время воспитания твоего. Да, природные свойства понятны. Родители почему? Мы задаемся вопросом, кто родители Геракуа? Зевс. Ну, в боге плохо звучит. Я говорю родители, а не отец. Отец, понятно, Зевс. Ну, а какие-то, наверное, Геракуа Геракуа. То есть, Геракул – это сын бога и богини, в смысле, бог? Геракул – это сынная женщина? Конечно, конечно. Дева Мария и мужик в китоне с бородой. Вот кто родители Геракуа. В смысле, почему-то добродетель знает не только его отца. Добродетель знает еще и его мать. Два вопроса. Первое. Она лжет или нет? И второе. Если она не лжет, в чем заключается добродетель его отца, если добродетель заключается в труде? В смысле, трудятся ли боги? Сейчас. Трудятся в плане того, что они следят за порядком. Давайте по-другому. Труд связан с усталостью. Труд связан с приложением усилий. Прилагают ли боги усилия? Испытывают ли боги усталость? Конечно, совершенно. У меня тогда один вопрос. Зевс, когда он пришел к матери Геракуа, это был именно сам Зевс или, я не знаю, его аватар на земле? Ой, вы, конечно, можете посмотреть на какую-то конкретную легенду, но я думаю, что расплодик о ней не говорит, это не имеет значения в контексте. Нет, ну как бы просто сам Зевс, да? Нет, главное... А, нет, ну... Хорошо, хорошо. Ну, давайте посмотрим. Поэтому я надеюсь, что если бы ты пошел путем ведущим ко мне, то из тебя бы вышел ты превосходный работник на поприще благородных высоких подвигов. И я стал бы пользоваться еще большим почетом и славой за доброе влияние. Смотрите, она говорит про почет и славу для кого? Для себя. Она не говорит сейчас про почет и славу для него. Иными словами, добродетель абсолютно эгоистична. Добродетельные люди прославляют добродетель. Они не прославляют себя. В то время как порочность абсолютно альтруистична. Она все делает ради самих людей. И ничего ради себя, потому что вообще-то все ее за это гнобят и называют порочностью, хотя она является счастьем. К чему ведет немножко Сократ. К тому, что добродетель является прославляемой, потому что она необходима для жизни в обществе. Вы должны трудиться и думать в первую очередь о друзьях, своей семье и об отечестве. Вернитесь назад. Давайте еще раз этот отрывочек. Девятнадцать. Вести свое собственное хозяйство. Вести свое собственное хозяйство. Оказывать услуги друзьям, приносить пользу отечеству. Да. Вот зачем нужна добродетель. Без добродетелей не обойтись в жизни общества. Поэтому общество прославляет не добродетельных людей, а добродетель. И насаждает именно добродетель. Потому что без этого невозможно жить в коллективе. Да, у вас был Софья Алексеевна. Но вездают ли роды? Трудятся ли животные? Рожают ли животные? Но это же как бы страдания. Ну, есть страдания помимо труда, очевидно. Болезнь может быть страданием вне труда. Животные же болеют, правильно? Но это же не труд. Моги могут не трудиться. То есть, допустим, богини, когда они рожают. Не всегда роды у богов проходят, как у обычных людей. Помните, что Афина вылезла прямо из головы у кого-то? У Зевса. Да. Нет, нет, нет. Это Афродита. Афина. Труд связан с совершением каких-то действий. Мы, в частности, говорим великих действий. Могут ли боги совершать великие действия? Очевидно. Могут ли они делать это без труда? Без усилия? Поэтому, несмотря на то, что боги рожают, в том числе прямо у себя из головы, это не является трудом. Не буду обманывать тебя прелюдиями об удовольствии. Расскажу по правде, как боги строили все в мире. Ага. Смотрите. Она не собирает, не будет обманывать об удовольствии. То есть, смотрите. Она либо подразумевает, что порочность, в отличие от порочности, она не обманывает. В смысле, порочность обманывает. Либо она подразумевает, что она будет честной только с Гераклом. В смысле всех других, она обманывает. Из того, что есть на свете полезного и славного, боги ничего не дают людям без труда и заботы. Полезный и славный – это как раз агафонка колонн. То есть, доброго и прекрасного. Доброго. Хочешь, чтобы боги были к тебе милостивы? И смотрите, все это устроили боги, не люди. Надо честить по богу. Хочешь быть любимыми друзьями, надо делать добро друзьям. Ты можешь пользоваться почетом какого-нибудь городу, надо приносить пользу городу. Вернитесь назад снова в 19, к твоим этим целям. Она обсуждает. Ну, вы не возвращайтесь. Я имею в виду, вернитесь в уме. Она обсуждает именно их три. Дом, друзья, город. Полный альтруизм, в смысле полное принесение пользы кому-то другому. Вот в чем заключается добродетель. Хочешь возбуждать восторг всей Эллады, своими достоинствами надо стараться делать добро Элладе. Да, и смотрите, что она говорит. Все, что вы делаете, вы делаете как бы альтруистично. То есть, все, что вы делаете, вы приносите пользу другим. Во всем, что вы делаете, если вы хотите быть добродетельным, это значит, вы во всем приносите пользу другим. В том числе, пользу самой добродетели. То есть, идея перенесения страданий заключается в идее альтруизма, в кавычках, в смысле, в идее перенесения пользы другим. Счастье и эгоизм, страдания и альтруизм. Возникает тут же у нас в главе решающий вопрос. Как вообще можно мотивировать альтруизм извне? В смысле, что должна предложить добродетель, чтобы Геракл таки согласился страдать ради других? Хочешь, чтобы земля приносила тебе плоды без обидий, надо ухаживать за землей. А думаешь богатеть о скотоводстве, но он заботится о скоте. Тремишься прославиться через войну и хочешь иметь возможность освобождать друзей и покаять врагов, надо учиться у специалистов теории военного искусства и прорваться в применении ее на практике. Хочешь обладать телесной силой, надо приучать телу повиноваться рассудку и развивать ее с упражнениями, с трудом и потом. Снова сравните это с девятнадцатым абзацем, где Сократ говорит немножко иначе, уже об этих трех целях. Тут порочность, перебив ее, как говорит Продик, сказала. Заметьте, Сократ напоминает нам, что это все не его история, это все история Продика. Понимаешь, что Геракл о каком-то одном из длинным пути к радостям жизни рассказывает тебе эта женщина? А я поведу тебя легким и коротким путем к счастью. Тогда допродитель сказал. Заметьте, никогда эта женщина не представлялась, но теперь она просто называется добродетель. И дальше фраза, которая нас решающим образом интересует. Жалкая тварь. Ну, естественно, это плохой перевод. Ах ты дрянь. И это ровно та же фраза, к которой Сократ обращается к Ксенофонту в начале первой книги. У Сократа и Ксенофонта такое же отношение, как у добродетелей и порочности. И это интересная шутка со стороны Ксенофонта. И это единственный раз, два раза, когда это слово повторяется. Там флэмон, по-моему, он звучит. А у тебя что есть хорошее? Заметьте, вместо того, чтобы опровергать добро... В смысле, вместо того, чтобы доказывать свою позицию, которую как бы порочность разделяет, добродетель атакует порочность. Какое удовольствие знаешь ты, когда ты не хочешь ничего делать для этого? Ты даже не ждешь, чтобы появилось стремление к удовольствию. А еще до появления его ты уже начнешь, не встречаешься всем. Ешь, не успев проголодаться, пьешь, не успев почувствовать жаду жду. Чтобы еда оказалась вкусной, придумаешь разные поварские штуки. Чтобы питье оказалось вкусным, делаешь себе дорогие вины. И летом бегаешь во все концы и разыскиваешь снега. Чтобы сон был гладким, делаешь не только постельные, но и постельные под кроватью. Потому что тебе хочется спать не от труда, а от нечего делать. Любовную страсть возбуждаешь насильственно, раньше появления потребностей к ней. Придумывая для этого всякие средства и употребляя мужчин. Как женщин, так ты воспитываешь своих друзей. Заметьте, мы уже говорили об этом, добродетель связан с городом. А город это политическое, поэтому добродетель ненавидит однополый секс. В смысле, ненавидит педерастию. Не однополый секс в целом, а только педерастию. Педерастия и политика не терпят друг друга. Ночью и бесчестишь, а днем самые лучшие для работы часы укладываешь их спать. Хотя это и бессмертно, но из сонных богов ты выброшена. А у людей хороших-то презрений. Остановитесь. Есть много, что мне сказать по этому поводу. Во-первых, добродетель называет порочностью, порочность бессмертной. Сама добродетель не называется бессмертной. Во-вторых, добродетель заявляет, что порочность принадлежит богам. В смысле, она была в сонне богов. Сама добродетель не принадлежит богам. И с богами никак не связана. Ну, понятно почему. Боги выглядят порочными, потому что они все время получают удовольствие и никогда ничего не делают. В то время как называют себя, естественно, добродетельными. И боги не выглядят добродетельными. В смысле, не являются добродетельными, потому что они все время получают удовольствие и никогда ничего не делают. Добродетель связана только с людьми. Порочность связана с богами. А теперь вернемся вперед к отрывку, которую мы уже обсуждали. Помните, как Сократ говорит? Чем больше ты походишь на бога, тем лучше ты становишься. В смысле, у меня мало всего, и я испытываю мало потребностей, потому что боги не испытывают потребностей вообще, а значит, я ближе к богам, чем остальные люди. Боги не трудятся вообще, а значит, человек, который не трудится, ближе к богам, чем остальные люди. Боги являются порочными, хотя называют себя добродетельными. Поэтому порочный человек ближе к богам, чем остальные люди. В то время как добродетельные люди дальше от богов, чем это возможно. Чем более они добродетельны. Самых приятных звуков похвалы себе ты не слушаешь, самого приятного зря еще не видишь, потому что никогда не видел ни одного своего славного деяния. Хорошие люди, это те самые добрые мужи, о которых говорилось выше, это люди, которые превозносят славные деяния или, собственно, благородные дела, славные здесь тоже колосс. И мы снова возвращаемся обратно. Добродетель связано с политическим. Добрые мужи превозносят славные, в смысле красивые, в смысле благородные дела, потому что благородные дела – это политические действия. Добродетель и город, добродетель и политическое, добродетель и ненависть к педерастии, порочность и боги, порочность и неполитическое, порочность и связь с педерастией. А кто поверит каким-нибудь словам твоим? Кто поможет тебе в какой-нибудь нужде? Кто в здравом уме решится быть в свете твоих почитателей? Аристип. Кто в здравом уме решится быть в свете твоих почитателей? Кто из присутствующих почитатель порочности? Аристип. Кто в здравом уме решился быть почитателем порочности? Аристип. Молодые годы они немощны телом, пожилые слабоумные души. Всю молодость они живут без труда на чужой счет, упитанные. А через старость проходят тяжело. Изможденность, изделья своих прежних дел, иготясь настоящим, через радости жизни промчавшись в молодости, а тягости отложив на старость. А тягости отложив на старость. То есть, решающий аргумент, сейчас пока идущий аргумент, это аргумент о том, что порочный человек в старости начинает очень много страдать. В смысле, если вы всю жизнь пили, посадили печень и так далее, переели, посадили желудок и так далее, и так далее, и так далее, в старости вы начинаете страдать. Но становится очень тяжело. Вот, о чем я и хотел от вас услышать Естественно, ее аргумент о том, что в старости становится тяжело Абсолютно так же применим к ней Если же вы всю жизнь работали, есть шанс, что в старости вам легко не будет В смысле, в старости вообще никому не легко Поэтому аргумент от старости не работает, ей нужен какой-то другой Итак, смотрите, два аргумента, которые она выдвигает Да, даже три Первое. Порочность возбуждает желание искусственно Второе. Порочность не пользуется доброй славой Но не пользуется доброй славой у кого? У добрых мужей В смысле у города, в смысле у политического И третье. Порочность ведет к страданию в старости Скажем, разве это не портрет Сократа, так скажем? А вы тоже в старости, по сути, страдаете? Нет, ну, нет, смотрите, все старости страдают Ну, это понятно Я к ней ближе, чем вы, я знаю Это не проблема Тогда остаются следующие два, но к одному из них К невоздержанности Сократ не имеет никакого отношения Он-то как раз воздержан В смысле... В других возбуждает невоздержанность Но ксенофонт ведь так не говорит Ну, даже-то случай с алкевиатом Но ведь аргумент ксенофонта ровно обратный Пока они были вместе, алкевиат помнил свои страдания И перестал их помнить потом Вы лучше скажите тогда не алкевиат, а аристип Потому что они вместе с Сократом Но аристип-то четко выбрал невоздержанность Но не потому, что он такой от природы Хорошо А я живу с богами Это интересный момент Она не живет с богами Она с Сюн-Эйми с богами Именно с вами это то же слово Что мы употребляем в значении Сократа и его учеников Быть вместе Спасибо русскому языку Вы знаете, что быть вместе имеет ясный сексуальный подтекст Да, вот в оригинале она тоже имела ясный сексуальный подтекст Поначалу Потом перестала Потом это просто стало лекцией А я вместе с богами Да, заметьте Она не называет себя бессмертной Она вместе с богами В смысле боги насаждают ее Но боги не связаны с трудностями Боги хотят, чтобы другие были добродетельными Но боги не являются добродетельными Получается, у нас не два пути, а три Есть воздержанность, которая призывает добродетель Есть невоздержанность, которая призывает порочность И есть третий путь Какой он? Вы уже поняли? Смотрите, порочность вызывает осуждение Добродетель вызывает похвалу Есть ли третий путь? Порочность означает невоздержанность Добродетель означает воздержание и страдание Среди общественных добродетелей То есть комбинация? Ну-ну-ну-ну-ну-ну Не воздержанность, не добродетельность Ничто такое среднее Не углубляясь так Не перегибая палки Невоздержанный, но умеренно невоздержанный — Да, хорошо. — Хорошо, хорошо. Давайте я попытаюсь указать вам на этот садильный путь, указав вам на облака. Сократа, как вы помните, в частности обвиняют в том, что он софист, в смысле он в состоянии сделать... Да, обвинение в софизме имеет два подтекста — физика и риторика. Риторика заключается в том, что человек способен слабую речь сделать сильной. Русский перевод слабая и сильная речь не очень подходит. Она дикаверс и одикаверс, справедливая и несправедливая. Это обвинение в риторике. В облаках Сократ действительно учит сына Стрипсиада Фидипида той самой несправедливой речи. Но как он это делает? Он выставляет справедливую речь против несправедливой, и в пьесе они обе говорят что-то друг другу. Иными словами, Сократ не выступает сторонником ни той, ни другой. Живу с людьми, с хорошими. Ну, с добрыми мужами. С добрыми мужами. Ни одно благое дело ни божеское, ни человеческое не делается без меня. Я больше всех пользуюсь почетом и у богов, и у людей, у кого следует. Потому что я... Заметьте, и у богов, и у людей, но только у тех, кого следует. В смысле только у хороших людей, в смысле только у добрых мужей. Потому что я любимая сотрудница художника, вечный страж домохозяева. Верный только. Верный страж домохозяевам. Благожелательная помощница слугам. Хорошая пособница в трудах мира. Надежная союзница в делах войны. Самый лучший товарищ в дружбе. Друзья... Друзьям моим приятный и беспокоит бывает кушение, пища и питья. Потому что они ждут, чтобы у них появилась потребность в этом. Сон у них слаще, чем у праздных. Им не бывает тяжело оставлять его. Из-за него они не пренебрегают своими обязанностями. И смотрите, к какому типу аргументов она начинает прибегать? В чем заключение? В чем невоздушенную сторону. Не-не-не-не. Вы близко, но надо точно сказать. Что это за тип аргументации? О чем она говорит? Ну, скажите это в контексте. Конечно, она говорит, что от нее удовольствия больше, чем от получения удовольствия. Чем от порочности. Ее последний аргумент, сейчас последний, который мы видим, но не последний в принципе. Это аргумент от удовольствия. Ее решающий аргумент. Это аргумент от удовольствия. Может, если бы вы сказали, что не в принципе одно и то? Нет, смотрите. Когда у вас два противоречащих, две противоречащих друг другу практики. И обе заявляют, что они приносят удовольствие. Вы ведь не можете верить обоим? Какое из них надо верить? Что приносит удовольствие? Труд или отдохновение от труда? Сюда на уровне удовольствия. Это должно быть на сон и на пусть ворога. Но она не говорит о самом труде. Простите еще раз. Друзьям моим приятно. Друзьям моим приятно. И без хлопот бывает вкушение пищи и питья. Вкушение пищи и питья. Она не говорит о воздержании от вкушения пищи и питья. И дальше про труд давайте. Они ждут, чтобы у них сон слаще, чем у праздник. Им не бывает тяжело оставлять его. Из-за него они не пренебрегают своими обязанностями. Да. И снова она не говорит про отсутствие сна. Она говорит про сон. Иными словами, они обе признают одно и то же. Удовольствие исходит из удовлетворения естественных потребностей. Из невоздержанности. Другое дело, что она пытается заявить, что воздержанность предполагает ровно даже больше удовольствия. Удовольствие, чем невоздержанность от одних и тех же действий. Сон, еда, секс, питье, жара, холод, труд. То есть она признает, что удовольствие вы получаете, когда отдыхаете от труда. То есть когда не трудитесь. Когда скрыты от жары и холода. Когда занимаетесь сексом. Когда едите, спите и пьете. Она не может от этого уйти. И единственное, что она может сделать. Это заявить, что удовольствие, которое получается в результате страданий или после страданий, больше, чем удовольствие, которое получается вне страданий. Помимо страданий. Вот ее аргумент. И это аргумент какой? Это аргумент космической справедливости. Если вы будете сегодня много работать, завтра вы много заработаете. Работает ли этот аргумент? В смысле, валиден ли этот аргумент на самом деле? Работает ли он в смысле, влияет ли он на поведение людей или нет? А лучше скажите, действительно ли это так или нет? Давайте послушаем, что она еще скажет. Молодые радуются похвалам старших. Представы ревелы гордятся уважением молодых. Они любят вспоминать свои старинные дела. Рады хорошо использовать настоящие. Потому что благодаря мне, любезным богам, дорогим друзьям, чтим отечество. Добродетельный человек достигает трех целей, о которых, заметьте, что Сократ называет шесть целей. И это разные цели. Итак. Любезным богам, дорогим друзьям, чтим отечество. Мы задаемся вопросом, это ведь Геракл, правильно? И следующий вопрос. Какое отечество у Геракла? Кто отец Геракла? Зевс. В какой стране принадлежит отец Геракл? Гражданином какой страны является Зевс? Ну, это же греки. Нет. Гражданином какой страны? Вот именно. У Геракла нет отечества. Смотрите. Отечество это страна отца. В смысле государства отца. В смысле земля отца, к которой он принадлежит. Кто отец Зевса? Отец Зевс это Кронос. А отец Кроноса? Уран. А отец Урана? А его не существует. По-моему, Уран и Геон пересискался. Вот именно. А его не существует. Какова земля отца Зевса? Ее нет. Таким образом, у Геракла, естественно, нет никакого отечества. То есть решающий пик, до которого мы добираемся, пик политического, патриотизм, для Геракла закрыт. У Зевса есть отец? У Зевса есть отец. И у его отца есть отец. Скажем, у нас нет отца, потому что у Геракла... Нет, 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 нет. Смотрите, мы говорим о земле отцов. Земля отцов, это не только земля... Земля ваша... Нет, нет, нет. Достаточно одного. Но ведь у него тоже есть земля отцов. И это ваша земля отцов. Правильно? И у его отца земля отцов. У кого-то были отцы. Почему? У вашего... Смотрите. У Урана нет. У Урана нет, да, конечно. А у вашего отца есть отец? А у его отца есть отец? А у его отца есть отец? Какая разница, куда мы придем? У каждого отца есть отец? У кого? То есть кто-то родился из пустоты, да? В смысле неизвестно. Хорошее замечание. Нет, моя аргументация была не о происхождении. Моя аргументация была о том, что у Зевса нет отечества. У вашего отца оно есть, у моего отца оно есть, а у Зевса его нет. У меня вопрос к богам. Попробуй тут. Вот там на выходе из микро можно спросить. Значит, если у Зевса есть отец, то, соответственно, боги занимаются сексом. Если они занимаются сексом, они невоздержаны. Если они невоздержаны, они несовершенны. Нет, нет, нет. Смотрите, по-другому. В случае с богами говорить о воздержанности и невоздержанности нельзя. У них нет естественных позывов. В смысле у них нет труда и нет отсутствия труда. Давайте по-другому. В смысле боги не являются политическими. Боги аполитичны. Я полюбил. Отлично. Давайте дочитаем, мы прервемся уже. Итак, значит, решающий момент. Патриотизм для Геракла закрыт. И аргументация от патриотизма тоже закрыта. А когда придет назначенным роком конец, незабытые бесславные лежат они. А воспоминаемые вечно цветут песни. Если ты совершишь такие труды, черда добрых родителей, Геракла... Она напоминает, что родители-то у него хорошие. И мы опять спрашиваем себя, кто его мать? Где эта дева Мария? Геракла, то можно быть тебе иметь это блаженное счастье? Первый тип аргументов, который она приводит. Аргументы от гедонизма. Телесное наслаждение лучше, если вы от них воздерживались. Есть второй тип аргументы. Их, собственно, пять. Смотрите. Это уважение молодых, воспоминания, любезность богам, уважение друзей и отечества и посмертная добрая слава. Хотя бы какой-то из этих аргументов имеет отношение непосредственно к человеку, который страдает здесь и сейчас? Это значит, что он принадлежит другим. В смысле, это уважение... Смотрите, уважение молодых. Это молодые испытывают уважение. Вы ничего не испытываете. Уважение друзей. Это друзья испытывают уважение. Как и отечество. Это не вы его испытываете. Воспоминания. Воспоминает вообще отличный аргумент. Человек по уважать пытается, наверное, уважает. Какие его наслаждения, а не... Смотрите, мы снова поднимаемся вверх. Уважение молодых, воспоминания, любезность богам, уважение друзей и отечества, посмертная добрая слава. То же самое, что и просмертная добрая слава. Испытываете ли вы, лёжа в могиле, удовольствие от посмертной добрая славы? Испытываете ли вы уважение, зная, что вы любезны богам? В смысле, что вы чувствуете, зная, что вы любезны богам? Чудесно. Чудесно. Каким богам вы любезны? Какие есть? А какие есть? Есть какие-то? А если любезны дьяволу? Нет, 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 подождите. Давайте не будем... Ну ладно, я решил участвовать в принципе к счастью и порочности. Да, а теперь заметьте. Вы любезны друзьям и отечеству. Они идут вместе. В смысле, отечество и друзья вас уважают. Вопрос, почему отечество и друзья вас уважают? Ответ очень простой. Потому что вы для них бесплатно что-то делаете. Естественно, они подбадривают вас и говорят, ну давай вперёд, родной. Больше-больше. Конечно, вот могилка. Осталось два шага. Нет, подождите. Мы говорим о типах аргументации, которые применяет добродетель для того, чтобы доказать, что нужно выбрать её, а не порочность. Их два. Первое – это телесные удовольствия. И второе – это удовольствия духовные. В смысле удовольствия, которые вам никогда не достанутся, потому что они принадлежат другим. И основаны на том, что вы бесплатно для них за просто так что-то делаете. Являются ли они валидными? В смысле, можете ли вы себе представить человека, который на одном тщеславии что-то делает только за то, чтобы его похвалили другие? Легко. Вопрос – это хороший человек, это полноценный человек, который зависит от мнения других целиком и полностью. И живёт только тем, что питается мнением других о себе. Более того, я приведу вам позднейший аргумент, но он всё ещё валидный. Если вы целиком завистили от мнения других, и вы хотите, чтобы мнение других было о вас хорошим, готовы ли вы на всё, чтобы это мнение было хорошим? Или давайте я сформулирую по-другому. Является ли, имеет ли для вас какое-либо значение, каким вы являетесь на самом деле, если вас интересует только мнение других о вас. То есть, два её аргумента являются для философа невалидными, потому что философ понимает, что ценность не снаружи, мы это уже обсуждали, ценность внутри. И это значит, как вас воспринимают другие люди, совершенно не имеет никакого значения. Второй её аргумент, ещё более страшный аргумент, аргумент от телесного удовольствия. Чем она отличается от порочности, если обещает то же самое удовольствие? Тем, что она обещает его после страданий. А порочность не обещает его после страданий, а обещает сразу. В смысле, когда вы познакомитесь со своим любимым кумиром Филиппом Кирконовым, вы быстро выясните, что это довольно поганый человек. Да, да, да. В смысле, всё зависит от вас, от нас, от слушателей. Вы можете исполнять какие угодно прекрасные песни, но если у них не будет слушателей, ничего они не стоят. Вы можете сколько угодно одеваться в блёски, но если это не нравится публике, ничего это не стоит. Поэтому я отрицаю. В зависимости, если так далее, это там, может, пропасть людей, в этих плохих людях что-то достается, вы видите, что это лучше, ну, как бы, они это делают, они получают свою родственную. Там, называется, числами. Ну, 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 да, да. Нет, они это делают, они типа отдают, и не пользуются, но они их в своём случае получают. Нет, да, я согласен с вами. Если вы представите себе идеально числами человека, человека, который полностью зависит от того, мы же задаемся вопросом, как жить, а значит вопросом, какая жизнь хорошая, а значит вопросом, является ли хорошим человек, который не представляет из себя ничего, а полностью зависит от и работает на мнение других. Ну, полностью, это то, что ты не понимаешь, что ты не понимаешь, что ты не зависит. Я могу сказать. От чего? Ну, да. Ну, прям-таки я понял, что цель жизни у всех. Да, это хорошо, но ведь как раз добродетель говорит, что цель вашей жизни должна быть добродетельность. Это очень логично и очень правильно. Помните, Сократ называет шесть целей, она оставляет только три. Друзья, Отечество и Дом. И, конечно, это все связано с политикой, внутри политическому сообществу, не важно какой бы внутри, политическому сообществу важно, чтобы вы были хорошим гражданином, хорошо выполняли функцию гражданина, были богатыми, в смысле зарабатывающими, платили много налогов, воевали, когда вам скажут, рожали детей, когда вам скажут, ну, в смысле постоянно, потому что нужны постоянно новые люди Отечеству. Что есть плохого? Хороший вопрос. Кто определяет, кто хороший? Ответ определяет государство, определяет коллектив. А это значит, что вы не можете задаться вопросом о чем-то хорошем, о благе. Потому что на вопрос о благе за вас ответил коллектив. В смысле, конвенционально ответил коллектив. Нет, как бы мы не ответили, это не будет ваш ответ. И когда вы выйдете на улицу и скажете свой, коллектив тут же заявит, что вы являетесь врагом коллектива и преступником. Ну смотрите, например, вы говорите, что главное не какая вы снаружи, а какая вы внутри. Что происходит дальше? Тут же от вас коллектив отворачивается. В смысле, как он вас называет? Он говорит, что вы асоциальный элемент. Что вы бомж, например. Потому что вы сказали, что успешность от денег не зависит. Что необязательно иметь много детей, чтобы быть хорошим. Или наоборот, вы действительно сказали, что у вас не будет детей. И коллектив вам говорит, это как так? Женщина без детей? Что это такое? И ваша мама тут же вам говорит, сколько тебе лет, деточка, а у тебя до сих пор нет мужа и детей. И вы превращаетесь в социального изгоя. Или, например, что еще лучше, вы сказали, что вы как алистип выбираете невоздержанность вместо воздержанности. И коллектив называет вас преступником. То есть, это решающий момент. Вы сами выбираете для себя ценности. Или их кто-то вам назначает. И ответ в политике не бывает другого хода, кроме как их кто-то вам назначает. И это дилемма классической политической философии. Как быть? Ведь как только вы начинаете задумываться, вы понимаете, что политика и политическая являются второстепенными. А ведет себя и ставит себя на место первостепенно. Какая жизнь является хорошей? Явно не политическая. Потому что она явно не ваша. Сократ, да. Вопрос, как совместить их. Вопрос, какой третий путь. Серьезный вопрос. И мы пытаемся на него ответить. То есть, я не говорю вам, что ответ у меня есть. Я говорю, что как только мы задаемся вопросом о хорошей жизни, у нас возникает большое количество проблем. Хорошо. Еще какие-нибудь вопросы есть? Ну, Платон, а можно? Давайте. Почему он отрицает, что секс – это не основа для себя? Потому что Платон считает необходимым избавиться от эротизма. Решающий момент секса – это эротизм. И если вы откроете пир, вы увидите две противопоставленные точки зрения. Аристофан и Сократ. Аристофан говорит, человек от других животных отличает эротизм. И это уже гораздо более страшный аргумент, чем человек от других животных отличает секс. Потому что секс-то, вы абсолютно правы, есть обезьяны и дельфины. А вот эротизм – этого у животных нет в принципе. Поэтому, если вы посмотрите на современное государство, вы увидите, что оно поставлено во многих своих, если не в решающих аспектах, на идеи о том, что человек от других животных отличает разум. Это не совсем аристокльянская идея, но схвасты будут притворяться, что она аристокльянская. И, соответственно, потом либералы будут притворяться, что она аристокльянская. И, соответственно, все наше государство и все его аспекты – решающие аспекты. И в том числе аспекты нашей с вами общей жизни, построенные на идее, что человек от других животных отличает разум. Что мы должны развивать разум. Вы как раз сюда пришли развивать разум. Что разум является залогом успеха. А теперь представьте, что не разум, а эротизм. И попробуйте вообразить себе, как будет выглядеть сообщество людей, основанное на идее о том, что эротизм является чертой, отличающей человека от всех других животных. Значит, сугубо человеческой чертой. И что все, что производит человек в отличие от других животных, является производным от эротизма. Как будет выглядеть государство? Как будет выглядеть общество? Поэтому протон должен отказаться от такого подхода. Хорошо, еще какие-нибудь вопросы? Ну, тогда на этом мы остановимся, проживемся и потом уже вернемся за куличку.